Пока одна часть нашей группы исследователей занята распитием кленового сиропа, другая блуждает по дождевым лесам Амазонии, но это какие-то неправильные леса, потому что в какую сторону здесь не пойди, попадешь в Перу, и только где-то там, вдалеке виднеется Бразилия. Но на самом деле все в порядке, все под контролем, просто мы с вами смотрим Южную Америку в рамках DPC сезона 2021 года. Митя Инмейт, Сереж Смайл, меня зовут Дима, not in my house. Друзья, сегодня у нас одна Best of 3 серия, но это тот случай, когда ради всего одной серии вот Митяй, я знаю точно, готов приехать, и он бесконечно рад будет ее смотреть, потому что Митяй. Нет, это так-то так, но причем здесь вообще эта серия, на любую серию с радостью приезжаю. Это да, но на эту-то особенно. Не, но на эту-то ладно, да. Что уж эмоции скрывать. Тут свои любимчики, как говорится. Я твой кардероб не видел, но я уверен, там рядом с футболкой OG и футболка Best Coast рядом весь. Нет. Нет? Ну а хотя бы футболка с фотографией Гектора? Нет. Антонио Родригеса, Кейуана. Я вообще с него играю раз в месяц на ВК. На ВК? Это ж его патч. Это ж просто... Да, да. Я вот вообще не сомневаюсь, что эта команда с первого места выйдет. Где-то должен один папич проснуться и подстримливать по чуть-чуть. Да, да, и подстримить, и может на DPC зарегаться. Можно же через открытые квалы попробовать во второй сезон-то пройти, во вторую часть сезона. Ну ты во вторую часть сезона, по идее, попадаешь во второй дивизион, если ничего не путаем. Да, да. Все равно сложно. Там невероятно все сложно, а в случае с Южной Америкой так в особенности. Меня больше удивляет, что у нас команды периодически что-то выдают формата минус файвап. Сегодня вот Никса отправили отдыхать. А, да? Да. Не видел новости? Во втором дивизионе, СНГ, значит, Янгджи вместо Никса, Никс на трансфер. Ух ты, ух ты. Например, да. Хотя в правилах было написано, типа, ребят, играете, четыре матча из семи можно сыграть с заменой. Очевидно, что три еще они не сыграли. Ну, получается, осталось семь. А как уж там дальше? Ну, я про то, что как они? То есть, был бы я в Альфе, я бы сказал, ну, ребят, вы совсем офигели. Просто покиклы бы эти команды с квалификацией. То есть, не хотят играть нормально, мы научим. Один сезон ты вот так делаешь, а потом никто не будет гнать состава. Слухи опять, что из-за совершенно упертого характера там все это произошло и так далее. В общем, не может он сыгрываться периодически с людьми. Ладно, слухи слухами. Слухи и факты таковы. У нас Южная Америка. Если есть еще возможность посмотреть группу, то это можно сделать. У нас так же, как и в Северной, здесь в Америке друг от друга не отличаются. Раунд-дробинг, best of three. Две команды идут на мажор. Первое место в плей-офф, второе в групповой этап. Третье-шестое место сохраняют свое участие в первом дивизионе следующего сезона. А седьмое-восьмое падают в нижний. Вот таков состав участников. У нас есть Beast Coast, которые прекрасно себя чувствуют, будучи на первом месте своей группы. И у них на самом деле, вот я так посмотрел, прикинул, у меня не было до этого еще эфиров на Южной Америке. Ситуация в Южной и в Северной, с точки зрения фаворитов и раскладов, она очень похожа. Есть Beast Coast, там есть Quincy Crew. Это очевидный фаворит, который там... Не, минус Лига, да? Пардон, пардон, пардон. Параллель другая. Quincy Crew и Thunder Predator, вот эти ребята. Они все свои региональные лиги повыигрывали. Есть именитые команды, Beast Coast и Evil Geniuses. То же самое, от них мы много чего можем ждать. И вот так вот можно эту логическую цепочку продолжать. В этом смысле регионы действительно очень похожи. И не только потому, что они постоянно играют друг против друга, что на праках, что на турнирах. У тебя в Северной Америке пять команд и три команды, которые ничего не покажут. И пять команд между собой будут разыгрывать два слота заветных. А в Южной Америке до вчерашнего дня было две команды. Thunder Predator и Beast Coast. Вчера еще подключились InfoMS, которые просто развалили с Thunder Predator без каких-либо вопросов. Поэтому там уже может быть три команды SG, там еще есть, да? Но с их героем... В общем, в Южной Америке меньше команд, которые будут бороться за эти первые две строчки. Да. Потому что обычно мы привыкли к тому, что вот на первой и третьей позиции какие-то вот тащеры, которые врываются, что-то хорошее делают. Вот InfoMS я сразу выкидываю просто потому, что у них керри-герой, не керри-герой вот совсем. То есть по вчерашней всей серии, что первая карта, у тебя просто мистер Джинс. Ну ты мне провел сегодня экскурсию по хайлайтам. С центра на Эмир Спирит, на Байк, на что угодно. А это не отменяет того, как бы там, не знаю, Evil Genius'ы с те же самые, очень часто выезжали за личного исполнения там Сумаила. Потому что вся команда приседала, Сумаил просто соло там катки-то оттащил образно. Почему бы мистер Джинсу это не сделать? Не, я про то, что проблема-то не с мистер Джинсом, а с тем, что у тебя импакт от Джаггернаута за 44 минуты, это убийство одного саппорта за игру. Ну, все равно игру выиграли, и он как бы свои тему нафармил, и в нужный момент он где-то прыгал. Не, ну, эти моменты, эти моменты я сейчас посмотрел на хайлайтах, у нас же было перед эфиром, вот так просто. Вот так, да, то есть на самом деле Серега только что пересмотрели, как говорится, не прыгал. Фейлил? Фейлил много. У нас градус хайлайтов с каждым разом повышается, и в этом смысле южная от северной вообще неотделимы, потому что и там, и там происходят великие вещи абсолютно, и прекрасно, что мы с вами можем это засвидетельствовать на нашей трансляции, равно как и драфты первой карты, друзья, они тут вот уже начинаются. Здесь пока все так, как примерно и выглядело, примерно во всех, мне кажется, предыдущих сериях обоих регионов. Пак этот завсегдатый, в драфтах у нас ВИЧ Доктор очень часто появляется, а Рубик пока, пока, пока. Я бы Южную Америку даже выделил не пиками, которые они делают, а банами, которые они вот творят. То есть смотри, во-первых, нет бетрайдера, да, снова в бане, то есть очередная карта именно вот, то есть я перечистое поглядываю, то есть Европу, СНГ, я поглядываю вот Северную Америку по очевидным причинам. Но там бетрайдеры, то есть уважают, почитают и неплохо с ним играют. Здесь он появлялся разочек ужасно, и в целом его просто не банят, не пикают. И второй момент, здесь отсутствует ОД в банах в очередной раз. То есть, опять же, смотришь любой регион, первые два бана это, типа, никс ОД, а там дальше разбираются ребята, то есть что им сильно мешает, что не сильно мешает. Здесь вот ОД у нас вчера был. Ну, никс ОД бет, это вот три бана первых, а потом, ну, четвертого там добавляют к какой-то ситуации, да. Ну да, да, говорю, а здесь у нас вот ОД почти не пикают, никогда не банят. Это вот вчера была игра, где ОД взяли, ласпикнули бруду, ОД ушел в офф-линии, просто развалил. То есть он ходил, значит, не соло-фраги делал. А ОД сейчас на трешке он чаще вообще стоит, чем на миде. Да, в абсолютном большинстве случаев. А был у нас хоть один-то медовый вообще? По-моему, нет. Я понимаю, что вчера мог бы быть, но появился бруда, поэтому бестмастер отправили в центр, а ОД уехал в офф-линию. ОД, по-моему, за все эти дни он 100% винрейт имеет. По ощущениям близко к этому, да. По-моему, ни одной игры он не проиграл. Даже больше за всю историю Доттера он один раз, один игрок, выходил в пять и сделал на них рэмпидж. Это Miracle No Day. Ладно, поехали на драфт. Бескосты, вот свой прошлый матч, да, который они играли против Ego Boys, они стартовали с Shadow Shaman. Причем, это сразу, если ты не хочешь убирать какого-то пака, который тоже заходит на первые стадии пиков очень часто в этой мете, да, то Shadow Shaman его хорошо закрывает, в отличие как раз-таки от той же самой Мираны, да, которую они распекали. И плюс еще Вич-Доктор. Ты можешь закрывать, опять же, Shadow Shaman, но почему-то они все-таки Shadow Shaman более котируют на четвертую позицию, нежели на пять. А Вич-Доктор на пятерке очень круто смотрится, потому что ему не нужен там особо большой левел. Левел-то, может, и не нужен. Ну, Мирана в приоритете, в общем. Мирана, да, почему-то они так вот этот, полюбили, хотя, опять же, герой, ну, он не то чтобы сильно выделяется на фоне какого-нибудь земель хорошего. Ну, то есть есть такие же четверки, то есть, но вот приоритет всегда на Мирана, это довольно интересно. У тебя еще одна хатка с Джаггером. Ну, что поделать. Причем, опять же, Джаггернаут местами крайне хорош, то есть, допустим, у нас была игра... Местами на других континентах примерно, да? Нет, вот глобально, то есть, допустим, противник Тайтхантера, да, какого героя взять? Ну, Джаггернаут — отличное решение, потому что у тебя и Хилвард есть, который на стадию с реведжем помогает, и на линии у тебя есть тот самый физ урон, и маг урона, чтобы его как не кшал пробивать. Но вот Underlord, я не уверен, что это очень простая линия, вот, в любой ситуации, потому что... Ну, опять же, вот в прошлом патче это тот герой, который против любого персонажа в доте имел положительный винрей, то есть выше 50%. Его не дебустили в патче, он в целом остался таким же крутым и хорошим, поэтому... Ну, довольно тяжело будет, опять же, вот я смотрю на драфт. То есть это либо Рубик-5, либо Клок-5, да, судя по всему? Либо Клок-3, тогда совсем все плохо. Рубик-5, ой, не Рубик-4, Клок-5, скорее всего. Скорее всего, да. Клок-3, ну, смысл не отставить, потому что на эту роли куда полезные герои, более полезные герои есть. Ну, короче, если они просто делают Клок-3, это типа луз, если Клок-5 или Рубик-5, ну, то есть, опять же, ни тот, ни другой, Underlord они гоняют, то есть в этом проблема. Два миличных ты приходишь, наверное, под Underlord, они добивают первую пачку Underlord, там, плюс 20 урона условных, и ты его, ну... Джиггернад просто уходит под киллвард, под вышку, там, стэч. Плюс Фурионы добирают немного агрессии, планируют, скажем так, судя по всему, заканчивать игру. Сегодня они не очень долго. То есть в прошлый раз, вот мы первых матчах смотрели, мне кажется, Серегой и были, и, ну, они так, типа, полурасслабленные играли, что-то проверяли, как будто бы, то есть, ну, такая, то есть. Побегали, там, ВК собрали, что-то еще поделали. Здесь очень давящий драфт, то есть мы видим Ауромена, мы видим до этого Фуриона, который будет максимально активным, причем я думаю, что он в центр пойдет. Очень много дизейблов, во-первых, во-вторых, да, такой, ну, неплохой активный пик, у тебя все летает, прыгает, опять же, все комбинируется с друг другом, да, опять же, под Питов Меллис, под какие-то там спорты можно, опять же, нормальные стрелы позакидывать, и станов очень много, в общем, это противно все. В общем, когда драка начнется, один Джиггернау там на все, про всем будет жить. Пак, ему даггер нужен здесь, потому что просто так он там в драке нормально себя не сможет ощущать, потому что большое количество дизейблов на него есть. Ну да, опять же, ты ушел в этот фейсшифт. Питов Меллис сразу. Очнулся в корнях, то есть ничего не можешь поделать с этим. Есть такая проблема, ну и банят керри героев для Гектора, слева тоже по баню героев, которые потенциально могут пойти, ну, то есть они не очень понимают, кто куда пойдет, то есть пак может быть оффлейн, пак может быть мид. Поэтому мы прошлись и по венику, и по вайперу, ну, просто, знаешь, такие, типа, мы с вами неприятные герои. Ну вот, и доп-бонус еще то, что у этой команды на всякий случай мидер умеет играть центр андерлорда. То есть, возможно, поэтому вайпер еще уехал в банк, потому что он его неплохо гоняет. Ну, в принципе, по игре не надо против вайпера играть на таких играх, как Тайдхантер, андерлорд и так далее. Ну, просто у тебя должна быть эта пассивка. Ну, да, вот. И поэтому сейчас они посмотрят. Но я думаю, что точно возьмут карьеры героя, просто я допускаю, что против Джиггернала то можно пойти в Фурион плюс Патма. ТБ. И плюс ТБ. Хороший пик, ТБ тут всех убивает. Ну, пока что. Нет соперников у него из этих. Нет, нет брустерона какого-то, да. Да, не пробить нормально. Ну, пока вот единственное, там, может как-то плюс-минус там задизейвить, но опять же, до манты все. Манта стайл, потом, или может быть, какой-то блокинг бар там еще сверху, да, каким-то там третьим, четвертым слотом. Хотя, думаю, вряд ли он тут будет собирать просто одной манты. Будет достаточно. И все, ты воюешь. Опять же, вариант, предложенный Сенлайтом на прошлый раз, когда мы сидели, смотрели, он там тоже одного ТБ увидел. И списал всю личку, говорит, вот этот ТБ, это худшее, что я, говорит, видел, там все такое, и т.д. и т.п. Формата, что можно было просто придумать пару простых статов, он предложил вариант с Тараской. То есть Тараска, там Аганим, вот это все прочее. Потому что Новая Тараска действительно имба. Все, посидел, подчекал дома. И вполне, вполне для этого героя, опять же, плюс статы. Акс. Ну, тип неплохо. Хороший дизайбл, опять же. Под этот дизайбл нужно пытаться его фокуснуть. Очень быстро, как раз Акс прыгает на ТБ, колл, да. Пакс делает свой раскаст, и джиггернаут его как-то там должен замесить. Но опять же, у тебя еще помимо этого жирного персонажа, да, который будет на хорошей раскачке, у тебя еще четыре героя, которые ему тоже будут давать хороший баф, опять же, сам Андерлорд, да. Чтобы мой пайп залетит какой-то, и Грифсы, поэтому, ну, по-хорошему, Бискос здесь, ну, по героям перепикали, да. Да, вот при равных на Творцах у героев Бискос, герои Бискос они сильнее. Да, ну, единственный вариант, что до тебя, до левела, там, новая вот эта вот раскачка Акса, где у тебя контр-херекс с удара, плюс манту берут. Типа прыгаешь, колешь, мантишься, у тебя все крутится, все вертится, куча урона. Но неужто ты будешь предполагать наступление такого сценария, когда играют Бискос? Я говорю, что глубокий лейт, типа, вот так, на самом деле, сейчас может вывозить, но я уверен, что они просто до него не доживут, поэтому легкое для Бискос, то есть ТБ берет три слота, игра заканчивается. На кэфах это, кстати, тоже может отразиться, вот мы их сейчас с вами и посмотрим от наших партнеров GGBet, разумеется. 1.42 Бискос, 2.73 Team Unknown, друзья. Первая и единственная серия, которую мы с вами сегодня смотрим, ее комментирует Эрители Джем. Добрый вечер, добрая ночь. Ночь уже? Да, ночь, конечно. Утро уже? Скоро будет утро, да. Всем привет, рады приветствовать всех, кто не спит. Я не знаю, на самом деле, наверное, народа не так уж и много, но в любом случае рады для вас поработать. У нас тут интереснейший матч вырисовывается, опять же, казалось бы, с одной стороны, явные фавориты про команду Бискос. Ребята опытные, легендарные Эль Чача, но с другой стороны, мы уже не раз наступали на эти грабли, когда говорили, ну вот, здесь вот эти ребятки, скорее всего, переиграют, и у нас были полноценные затяжные серии BO3, прямо из трех хороших карт, где подчас играли ребята, и были проблемы, поэтому не будем забегать вперед. Но я бы сказал, что коэффициенты на первую карту такие довольно аккуратные. Ну, вот прям совсем плюс-минус, да. По поводу драфтов все тоже интересно смотрится. У нас, опять же, появился ТБ, Митяя об этом много говорил. Последний УТБ, которого мы видели, очень сильно закрыла Энигма, но здесь решили в итоге на Ласпик взять Акса. Как по мне, линия для ТБ не самая приятная, наверное, потому что Акс на тебя кидает там горелку какую-нибудь. Рубик там, наверное, с тобой еще на линии будет стоять, который будет постоянно тебя нюкать. Вот, но главное только начало пережить, и потом будет уже полегче для Киевана. Ну, Киеван, он, скажем так, был спонсором иногда темных времен для команды Бесткост. Далеко не все лиги в онлайн-дивизионах шли нормально. У них были времена, когда они и групповые стадии заканчивали так, что вылетали из них, и не доходили до плей-офф. И вообще у них результаты достаточно такие себе, если суммировать все то, что они делали за последний год. Ну, не считая, конечно, за тех времен, когда еще были там мажоры, вот это вот все на излете этого сезона. И, соответственно, пока у нас эта лига не считается легитимной от Бесткост, пока у нас от плечачи не появится Абадон, его кэрри любимый. Это его была типичная практика. За все то время, которое я смотрела, каток 10, наверное, от Бесткост, где брался этот Абадон, он выиграл только однажды. Но брали они его стабильно, то есть это что-то был какой-то намек. А так вот по драфту он смотришь, в принципе, все у них так же, как и было в прошлом патче, все так же, как и всегда. Разве что у них был какой-то фетиш на тройку от Виспера, соответственно, Феникса. Но сейчас видим то, что он решил немного другим путем пойти. И медовый Андерлорд, который тоже не самый такой типичный выбор. Ну, Феникс, на самом деле, на троечку в последнее время смотрится очень хорошо против определенных героев. Но тут же Гернаут, и, видимо, брать было не вариант. Но так, в целом, пик, я соглашусь, очень хороший. Опять же, виден баланс, что и есть хороший потенциал на драку, и хороший потенциал на пушь. То есть, драку выиграл, сразу же пошел пару вышек забрал, и это супер неприятно для команды Анон будет. Вот, здесь, в принципе, убийца, ну, есть кому пушить вышки, да, но пушат не так хорошо ребятки справа. Поэтому я бы тоже отдавал предпочтение Бискос, но у нас пока спокойное начало. Расходятся игроки по линиям ФБ, мы не увидели. В миде у нас будет Андерлорд. Вот я смотрю на состав команды Анон, тут интересно, ребята катают. И вот смотрю на имя Ви, и мне вспоминается то, что этот парень играл в составе, у которого половину команды за 3-2-2 забанили. Не помню, что конкретно застав был, по-моему, плюс-1 он назывался тогда, и вот он как раз был в числе выживших. И вот смотрю то, что он продолжает катать еще и в верхней дивизионе. Уцелел, да. Но подозрения, видимо, были сняты или не было, вообще предъявлено, кто его знает. Но пока будем смотреть, что здесь у нас по игре. Пока ровное начало в миде, я думаю, что у Андерлорда вообще проблем быть по-хорошему не должно здесь, опять же. В целом он свой фарм будет иметь. Главное, пахну не особо сильно отставать. Да, конечно, тут у нас будет очень много урона с руки у Андерлорда за счет пассивки, поэтому он должен переласхичивать. И вообще он довольно противен на линии, он хорошо поджигает, и, соответственно, дальше по игре тоже будет немало такой грязи делать. Так что, действительно, возможно, здесь стоит только дождаться слотов от ТБ, и все остальное пойдет как по маслу. Но пока видим то, что Скоуфилд очень сильно поседает по ХП, и Едоми пытается избить. Но, кажется, он зашел слишком далеко, хотя на последней тычке остался, смог ускакать и дать свою фласку. Вообще опасно. Ситуация для Мирана была, буквально один удар и было БФБ, но видим, что Скоуфилд все контролировал. Да, фласочку пришлось потратить, но с линией его не прогнали. Значит, продолжит харасить Джиггернаута и просто отгонять его от крепцов пока что. Окей. Снизу у нас Кей-1, как и говорилось, и, кстати, он делает первую кровь. Забрали здесь у нас господина Акса, ну и Рубику надо отходить. Вот я говорил, что вроде бы Акс с Рубиком тут могут неплохо напрягать ТБ, а в итоге обратная ситуация, что ТБ напрягает. Интересно, почему он это без формы, кажется, сделал уже. Как только он подставился. Ну, возможно, как-то забежал Акс неудачно. Ну, скорее всего, так оно и было. Значит, попытался просто перед лицом крипов загрить, или, возможно, даже вместе с ТБ это сделать. Если, ну, там, Телекинез помешал, или просто Фейтболт. Я к тому, что, ну, там, наверное, просто Вейдж Доктор, да, с Маледиктом, я так понимаю, на первом левеле. И, наверное, за счет этого и смогли забрать. Ну, ладно. Окей, здесь у нас отвод криповщиков такой не самый хороший получился, но очередная пачка криповцов подходит на линию. И линия сейчас продолжит пушиться, наверное, в сторону команды Бистквост. Вроде как Рубик должен нормально так зонить этих двоих, но неплохо себя чувствует. Ой-ой-ой-ой-ой, Пак что-то подпросил в миде. Не, ну, слушай, Пак все. Рубик выселяется, мне кажется, потихоньку с этой линии. Ботла нет, нужно нести фласочку, тем временем сверху очень битый клокверк убегает. Что-то пока что по всем фронтам такое ощущение, что Бистквост посильнее смотрится. Так, прогнали у нас в итоге Рубика с линии. И причем Акс тоже еле живой убежал, но пока что он отпевает фласку, должен существовать нормально. Ну, по крайней мере, до следующего Маледикта от Вич Доктора. У него, правда, небольшие проблемы с Монопулом, теперь уже последнюю каску кидает и будет ответочка. Лид, да, рефлекшн качал уже Киеван для того, чтобы больше харассить своего соперника. Ну, кстати, возможно, за счет рефлекшн он как раз в прошлый раз и вывез. Это правда, но я вот смотрю на количество ресурсов, которые тратятся на линии. Это уже вторая фласка за последние несколько секунд. Денег прям совсем не будет у Акса такими темпами, если просто на лекарства будет работать, как говорится, себе. Опять получает Маледикт, ну и все, и убегает. Рубик возвращается обратно, Акса опять без плавиных хп. Да, тут еще и Маледикт продолжает капать, поэтому еще меньше останется у него по итогу. А Регента заканчивается. Подвести, возможно, даже и денег нового не будет. Так, форма подрубается от Террор Блейда, прогоняю здесь у нас Акса, чтобы не мешал. Ну вот и все, то есть пока работает форма, Акс вообще подойти не сможет. Возможно, есть смысл у него уйти в лес, попытаться. То есть здесь какая-то ситуация вообще без шансов вкладывается на линии. Слишком много харасса, слишком мало возможности даже четвертый левел поднять. Просто банально, чтобы себе курьера летающего возить. Ну и то там, скорее всего, Натрос будет где-то на дне, просто потому что он все это дело на рентген будет сливать. Да, так и есть. Ну и сверху Фурион себя нормально чувствует, он тут один. Сам по себе герой достаточно плотный, его не особо-то легко загангать. И еще и сам развалит лицо вполне себе. Поэтому пока три линии прям очень уверены у команды без костов. В миде ситуация по крипцам выровнялась. Мы видим, что пак начинает нагонять, но нужно будет потом по нетворцу посмотреть, как им дела обстоят. Потому что что-то мне подсказывает, что пак побольше потратился на расходники. И за счет этого немножко уступит по экономике. Так, есть шанс сейчас забрать. Видимо, что Берна подходит, нужна раскрутка. Есть от него Блэйд Фьюри, но тут неудачно Хогаме толкнулся. Ну что ж, Виспер, видим, так стабильно душит на этой линии. Очень мало крипов у Берна по сравнению с тем, что уже набил его оппонент Кэрри. Ой, как не вовремя хангер закончился. Здесь Вич-доктор начинает мансевать. Он танцевал вокруг одной елки. Ну, много времени потянул. Киеван все время не забрал. Ну это ладно, окей. Выиграл время. Это время позволит Киевану забрать две баунти-руны. Скорее всего, сверху тем временем погибает Кэрри у команды Unknown. Джиггернаута забрали. И тут могут забрать баунти-руну. И это получается четыре баунти-руны на ровном месте для команды Beast Coast. Что? Переиграли и уничтожили просто. Особенно, я думаю, Джиггернаут это почувствовал. Отомстили как раз-таки за то, что он попытался убить Лиспера. И действительно, пока Beast Coast показывают то, что они на классе разваливают. И то, что они явно хотят на мажор. Да, да, их можно понять. Ну и здесь, в принципе, предсказуемый сход, как по мне. Так и должно было быть. Странно было бы, если бы было бы иначе. Касочки взлетают очередные. Ой, вообще не странно, поверьте. Ну, я не эксперт, опять же, по этому региону я так как... Ну, как раз-таки такое ощущение было, видимо, что развлекались больше Beast Coast пока у нас в онлайн-лиге. Но теперь они подрубились изо всех сил. Потому что все-таки долгое время они были гордостью Южной Америки. Особенно перуанцев, я так думаю. И, кстати, шанс есть. Сейчас она Физдоктора. Да, хороший кол. Вичдоктор успевает. Правда, маледикты, касочки выкинуть. Кейван вообще игнорирует драку. Он просто продолжает бить крипов. А так-то можно было бы попробовать... Да у него вещь чуть-чуть не хватает, амит в арбузе. Акс, и побить, да. Да и маны не очень много, окей. Ладно, забрали. Ведь Доктора не страшно. Всего лишь саппорт. Самое главное, что керри продолжает на линии фармить. И это первоочередная задача. Так, Курьера хотел забрать сейчас Кейван. Кстати, хорошо его подколили здесь. И он сейчас может погибнуть. Нужно бежать. Не, не погибнет. Армора много. Видим, то, что стычек его не прибивает. Крутилка не особо работала. А, Хангера пока что не хватает. А здесь у нас нападение на Пака. Стрела. В медиа успеет ли уйти на арбуз? Успевает вроде. Ну, вообще, у Мирана может далеко не уходить. И еще немножечко его почиздить. Если он вдруг задумается о том, чтобы выйти чуть-чуть дальше из-под табора. Но там, видим, Клокверк показался. Около вышки уже сил света. И, видимо, он хотел защитить Пака в случае, если нападение продолжится. Да, но ничего в итоге не произошло. Окей. 2-2 по-прежнему счет. 2000 преимущества за команду Бискост. Не сказать, что прям огромное. Но для такой минуты, в принципе, уже неплохое. Опять же, это за счет того, что 4 баунтируны забрали. Да и фармит по линиям получше. А здесь Клокверк выходит на Мирана. У Мирана все контролирует. В итоге Клокверку нужно бежать. Стрела, потому что сейчас залетит. Коги закончатся. И там уже Крис Лак пошел на перехват. Да, видим то, что он еще может дождь кинуть, скорее всего, наперед. Сейчас еще один, наверное, Питов Мелис. Даже так забрали, окей. И получилось. И начинается у нас, видим, фармит с нейтральной шмотки. Брумхендл выпадает. Неплохая, конечно, штучка. Но хотелось бы маску заработать себе. Я думаю, Джиггернаута, чтобы пофармить лесу как-то поудачнее. Ну, а Фурион, видим то, что уже и вышку снес. Скорее всего, даже не близко к этому. У нас Анноу находится на нижней линии. И они могут даже подраться за Тайзин внизу, если вдруг представится возможность. Ну, я даже не знаю, боязно за них, на самом деле. Джиггернаут с плохим очень натворсом ушел в лес. У него даже ПТшки там или что там, Фейзы будет. Не знаю, через что будет играть. Но, то есть, у него вообще ничего нет. У него просто, да, видимо, ПТшечка все-таки будет. Фармить, ну, он, конечно, может леса. Но скорость его фарма явно замедляется. ТБ-то побыстрее будет леса вычищать. А ТБ уже ушел в лес. Тут, не знаю, такое ощущение, что минуточек еще через 15. Игра закончится. Если так все продолжится. Нужно что-то делать, а ну... Так, выйдет ли какой-то сейф ТП? Пока на Сингере немножечко подзабили. И он будет умирать. Хотя... Сюда Виспер пришел. Сюда пришел Виспер на помощь. Закрывает Акса. В это время забрали Токверка. Делает ТП Акс. Пак на хосте. Пытается добить Вич-Доктора. Саленс успевает накинуть. Вич-Доктор продолжает мансовать. Стычка летит. Сингера забрали. Окей, сюда пришел Крислаг. Пак все еще на хосте. Дримкоил по двоим. Отлично. Акс колет на себя сейчас Андерлорда. Но урона там должно быть очень много. И как бы тут ПВП явно неравное. Нужно бежать. Акс вообще не по шансам решил подзайти в эту драку. Но все равно получается размен в пользу. Команда Анноуна. Они забрали двоих в размен до одного Рубика. Ну и Акса, который там изначально погиб. До начала еще этого Пайта. Но вышку отстояли. То есть там не получилось все как-то... Ого, сколько урона тут. 122. А я говорил, что опасно с этим парнем связываться пока. По крайней мере у него дэмэджа столько. Да, и Пак решил отступить. Ну что ж, пока, да, согласен. Рак неплохая получилась для команды Анон. Но в целом преимущество за командой Биско сохраняется. Опять же, Кейван на какое-то время пропадет с радаров. Пока что будет учащать леса. У него уже Ньяша, я так понимаю, готова. Будет Синжин Ньяша вообще в этой игре. А почему бы и нет, в принципе? Манта Стайл здесь может немного против него сыграть. Особенно если на Падакса подставится в какой-то момент. Ну а я к тому, что здесь как минимум Пак есть. Со Сайленсом и Манты вроде... Ну можно БКБ будет собрать. Ну, посмотрим, окей. Может быть еще и передумать, кто его знает. Не будем тратить. Ну или разберет потом, если понадобится. Хотя в этом мало смысла. Талебарды не сказать прям какой-то... Максимальный импакт в артефакт будет. Ну, увидим, в общем. Почему бы и нет все-таки. Да, опять же, тут у нас, кстати, нападение на него. Кейван пока что бегает. Но здесь без шансов, конечно, для кэри команды Бискост. И что-то вот мы хвалили-хвалили Бискост. Сейчас они отдали кэри, отдают еще и стаки, отдают баунтируны. Ну и оно должно отыграть. Неплохое количество денег. Стрела полетела ни по кому не попадает. Здесь Ак все забрал в итоге. И... Ну и все. Ну две баунтируны там Крислаг забрал внизу, пока вся эта история происходила. Поэтому более-менее вывезли из этого что-то. Но Кейвана продали. И действительно, он там под конец драки решил вкачать Сандер. Все-таки он держал скиллпоинт на него. Но не получилось его прожать просто потому, что на нем Сайленс висел. А, и вот, может быть, задумается насчет того, что Сайленс висит, и Сандер-то можно будет прожимать. Ну, а толку-то все равно он большую часть времени прожил даже под Агром. Хотя Агр тоже при желании и особым скилле можно задолжить. Ну... Именно Монтой. Окей, окей. Там Сайленс появляется для Виспера. Тем временем на Фурионе. Ждем врывов. Только вот куда он полетит, пока непонятно. Ну, сам думает, судя по всему, куда конкретно ворваться. Там параллельно Смок был разбит от команды Аноун. И они тоже готовы нападать. Они, кстати, продолжают искать Кейвана. Так, а их просканили, просканили. Теперь уже Кейван спасен. И Инвист заранее был прожат с Коуфилдом. Так что сейчас можно будет в ответ напасть. Хорошо. Да, блокверка нашли. Стрела уже залетает в него. Тут еще и Виспер прилетел. На помощь в него врывается блокверк. Но это такой посмертный врыв. Ну, он решил просто, видимо, фраг конкретно Висперу не отдавать. Поэтому застанет его, чтобы кто-то другой последнюю тычку нанес. Ну, вот и все. Получился, конечно, не самый сочный фраг. Но, с другой стороны, это была именно атака со стороны Аноун. Поэтому она закончилась явным минусом для них. Атака, мягко говоря, неудачная получилась. Окей. Кейван продолжает наращивать свое преимущество по золоту, что не может не радовать команду Бесткост. Ну и пока особо ничего не происходит. Тут нас постаркивает лес, потихоньку рубит. Линза будет дальше. Акс тебе дофармил уже ВГ. Уже. Ну, в скобочках уже. И, кстати, на него нападают. Или он нападает. Непонятно, кто на кого нападает пока, но... Контроля нет, чтобы его задержать. Он довольно быстро на фейзах бегает. Поэтому, видимо, что не получается вот так вот просто одними с прутами закрыть. У него топорик есть, он выбирается абсолютно спокойно. Нужна так с помощью либо Вичдоктора, либо Крислака, чтобы получилось это как-то красиво обернуть. Ну, вообще по вышкам хотелось бы побегать. Наверху уже снесли. Внизу никто атаковать вышку не хочет, чтобы драку навязать. Вот как раз-таки разница, да, в драфте, о чем и говорилось, что пуш-потенциал у команды Бискост получше. Они сами могут, на самом деле, при желании перетянуться вниз или даже в миде выйти на вышку и забрать. Ну, вниз как-то вообще не хотелось бы. Там трудновато это сделать. Без какой-то суперкрутой драки, которая бы здесь завелась. Вот сейчас можно какую-то драку придумать, возможно, Бискостом. Если вдруг дальше оно пойдет. А они, кажется, собираются это делать. Уже трое собралось в этом участке леса. И их на перехват может как раз-таки спорить и слаг. Да, там Виспор уже летит. Виспор вроде как летел, но в итоге отменяет, я так понимаю, телепортацию. Стрела ни в кого не попадает. И побоялись немножко, но отступили. Саша Яш тем временем появляется. Крис Лак. Ну, вы серьезно? Он успел скастовать. Вы серьезно? Вы сейчас врываете самого жирного героя у команды Бискост? Так, нет, подождите-ка. У нас ситуация такая, что Дримкоил. Ладно, забрали, окей, окей, все. Они тут могут еще и Мирану забрать точно, но улетает Виспор. Ладно, закрыл, как говорится. Тут вся команда в итоге оказалась. Почему-то Вич Доктор не успел, я так понимаю, с касточками, потому что так долго били этого Андерлорда. Я был уверен, что сказки залетят, Маледикты, потом Десвард и просто все поумирают. Но нет. Да нет, как раз таки я вот думала, что при атаке, когда прыгнули на Крис Лака, то, что он успел скастовать Firestorm, но я, скорее всего, была Трубика, и поэтому по нему так много дэмэджа и прилетело. Не исключено. Ладно, в любом случае забрали двух героев. Молодцы, ребята, из команды Anon. Можно забрать вышку снизу, пока есть такая опция. Ну и ждем, пока Кейван дофармит свои шмоточки и выйдет из леса. А фармить ему тут еще, ну, неплохо. Так, ему нужно Скади, нужно БКБ. Да, он все-таки решил пойти путем Саши Яши плюс БКБ, а не пытаться на какой-то додж рандомный здесь уповать. И видим то, что проблемы некоторые джаггернауты. Он Саленс получил, и это не даст возможности ему, чтобы не слышать по Мансиси. Он погибает. Вот так вот вы как-то здесь бросили одного. И вот, казалось бы, драка была удачна, но на вышку так не снесли, еще и кэри потеряли. Да, это печально. Печально, то, что не забрали Тауэр. Я думал, что они все силы бросят на этот. Нападение на Рубика под Десвард. Рубик ничего не может сделать. Да, он должен погибнуть. Еще пару тычек добивает в итоге Виспер. На всякий случай, а то вдруг там. Да скорее денежку, чтобы Висперу отдать. Все-таки раскачанный Фурион дорогого стоит. А вот тут видим то, что на хорошие шмоточки уже нацелился и хочет БКБ себе. Да, и опять же, за счет того, что если Фурион у тебя в команде, ты независим. Ну, то есть, от какой-то линии всегда можно прилететь в любую драку. Линии тоже постоянно пушатся. Мы видим, что сверху линия пушена за счет того, что пеньки шли Фуриона. Дополнительно потолкивал лайн. У нас драка под вышкой тем временем снизу. Но что-то опять Крислак загулял, судя по всему. Да, его забирают. Но тут немного план, который был от Крислака и Мирана, изруинился просто из-за того, что Кукшот успел закинуть товарища и не вышло стрелой попасть под Апитов Мелис. И поэтому Крислак и погиб дальше. Там успели стянуться, и дракнин, тем более, был рядом. Вообще, история интересная, что Акса, несмотря на неудачный старт, сейчас находится в тот и панетверсу в своей команде. И хороший блинк вывез. Это опять же за счет того, что они хорошие драки провели в последнее время. И там все фраги сделал Акс. Мы можем обратить на него стрик 5-1-2. Статистика. То есть фраги позабирал, фарм получил. И вот сейчас вырвался вперед по фарму. Главное потом не отдать этот стрик. Так, ну что ж, наконец-то вышку снизу забрали. Ано он. Но пока глобально непонятно, что они хотят сделать. Хотят подраться, наверное. Им бы по-хорошему, да, по КД какого-то врыва Клокверка или Блинк Даггера, реализация Акса. Какие-то драки навязывать. Да, надо реализовывать Блинк. И вот видим, что пошла реализация, но не успела заступить так просто. Римкоил зато хороший, врывается Клокверк туда же. Ну и Рубик там, конечно, накастовывает Десвард. Но этого все-таки хватает, чтобы добить Крислака. Минус 2. Но правда погибает сам Клокверк. Погибает Акс. Там погоня продолжается за Паком. Пак успевает убежать. Там ответный Десвард был от Вич Доктора. Очень битый Рубик. Да, Рубик тут еле-еле ушел, но получилось еще и у Пака отступить. Метаморфозу своровал Рубик себе. Ну, кстати... А Фурен летит. Фурен летит за Рубиком. Рубика сейчас заберут, возможно, да. Прочитал. Рубик отбивают. Красавчик. Там еще и Курьера можно было подрезать, но он успел улететь на хайграунд. И Виспер теперь будет забирать Тавр вместе с Киеваном, которого Метаморфоза прожата. Они могли бы еще и стаки спалить, которые там все это время... Хотя нет, их фармило уже скорее всего. Опять же, возвращаемся к пику команды Бисткос. Драку выиграли, вышку сразу же забрали. Чего не скажешь про команду Оно. Пока не смогли одолеть только одну вышку и ту снизу. Да, к сожалению, так получается, что каждую драку приходит ТБ, который вроде как там где-то в стороне участвовал, а в хобб фраги забирает, хобб вышку забирает, у него деньги только множатся в руках. И разница относительно Джаггернаута очень и очень большая. Джаггер сейчас пытается к Монтостайлу приблизиться, и вроде как даже его дофармил. Ну, с Монтостой, возможно, жизнь его станет немного легче. Все-таки хотя бы Сайленс от товарища Виспера снимать надо бы. Это да. Интересно, что дальше будет по айтембилду у него здесь по игре. Молнии, возможно. Скази, молнии, да. Молнии неплохо смотрелось бы. Опять же, против Пуша, пригодится против Иллюзии, неплохо смотрится в целом. Но пока мы видим, планов не раскрывает своих на будущий айтембилд. А вот команда раскрывает планы, и, по-моему, прямо на варде, да. Да, прямо на варде спалили сейчас со смоками, поэтому вряд ли удастся кого-то поймать из команды Бисткост. Кстати. А тут, кстати, абсолютная пустота. Вообще никого не найдет. Бисткост, возможно, сейчас сами разобьют смок, учитывая, что они видели, что на них готовится атака, и контратакуют. Ну, то спалили как раз по кульверам. А он пустой, да, был? Ничего не было. А он стоял по тайной лавке, скорее всего, хотел купить Скази для ТБ. Ну, я так понимаю, наверное, там расходники для Скази, какой-нибудь ультимайтор. Ну, да, что-то в этом вроде. Так, нет, все-таки башер мы видим у Джиггернаута будет дальше появляться, но драться пока что Бисткост не хотят. Вышку сверху отдают, в размин забирают вышку снизу. Хотят проварзиться как раз-таки, чтобы рубеж Т2 товаров было легче забирать, и, возможно, даже после этого... Акса ворвался, я так понимаю, на Фуриона. Так, еще и Клоклер. Фуриона просветили, Когами оттолкнули. Фурион прожимает вовремя БКБ, но это его не спасает Биллистрик. Но здесь ответное нападение от команды Бисткост. Сейчас забирают Акса, могут еще и Пака забрать. Пак пытается убежать пока что на арбе, и это ему удается сделать. И он получает Сандр в спину. Просто бежит, просто убегает. Но в итоге один в один. Ну и в итоге мета прожат, нету Акса, можно попробовать Т2 попушить. Тем более, еще и Глиф был тут потрачен. Да, вот то, что Глиф потрачен, было основное. Ой, и поставился немного Джаггер, мог бы еще и получить за это. Но надо бы отходить теперь уж точно команде Аноу. Так, Рота Фатос отрабатывает, пошла стрела. Минус половина лица практически у Рубика. В итоге Т2 не забрали. Тут у нас Клоклер к спину выходил, вроде бы всех попугал. И пока отступает у нас Бискост, пошла Арбана разведку. Пак. Контр-врыв хотят они сделать через этого Клоклерка, чтобы он как-то... Каски пошли, а там еще Крепочек рядышком. Маледикт успевает попасть по паку. В это время Питов Мэлли с по двоим героям залетает у команды Аноун. Забрали у нас Рубика, забирают Джаггернаут. И погоня продолжается за паком, и пак тоже погибает. Минус три. Делают Бискост на ровном месте. Еще могут подцепить сейчас Клоклерка, да? Он, видимо, тоже не уйдет. Но Клоклерк пока что видим, Клоклерка как-то смог оторваться. Клоклерка в приоритете, Клоклерка окей. Но за них денежки дают тоже. Доктор побежал вперед. Не удается подцепить его. Каски Маледикт. Сюда летит уже Фурион, если что. Ну, пока видим то, что так располагает ситуация, чтобы снести вышку на миде. Пока Виспер занимается тем, что начали делать Бискост на ботом линии. Поэтому минус две-то два вышки. Можно перехватить аванпост и пойти заниматься Рошаном. Да. Так, ну что, вышку заберут. Это точно. По баунтирунам как? Две баунтируны как минимум справа должны забирать сейчас себе Бискост. Слева вроде как успевают. А там Фурион летит уже. Фурион немножко не успел. Три. Три заберут в итоге у нас Бискоста. И одна достанется силами Акса для команды Ано. Ну что теперь? У нас, видим, Тираблейд уже с готовым скади бегает. Хочет все-таки доделывать себе именно БКБ, а потом идти в Кирасу. Ну, это для тавер-демажа, судя по-своему. Ну, и опять же, если обратить внимание, скорость фарма ТБ, конечно, несоизмерима. Просто Джаггернаутом. Джаггернаут не успевает никак. Он играет без БФ, ему там что-то пытались стакать, но, опять же, этого недостаточно. И такими темпами ТБ скоро там в два или, ну, в два раза, наверное, уже будет богаче, чем Джаггернаут. Ну, Джаггер и жизнь не задалась. Видим, то, что он в этом файте вообще как-то на ровном месте погиб. Просто хотел обойти соперника. В итоге Крислаг его засек и подцепил через Питов Мелис, и он там развалился за несколько пичек. Так, поймали Мирану здесь. Дрим Койл потратили. Ну, тут ответное нападение сейчас, может быть. Мирану, наверное, добьют, она догорит. Не-не-не, видимо, что работает. Вуду Ресторейшн, и нет, все-таки нагорел. Нет-нет, там урна висела, я так понимаю. Да-да. А точнее, Весл, по-моему, уже, да? Видимо, очень много баунтов урона забирают. Важно, что накинули, забрали все-таки Мирану. Но сколько сил было потрачено на эту Мирану? Врыв Акса потратили у тиммейт от пака. Ну, хоть как-то какие-то деньги зарабатывают. Лучше, чем ничего. Там 15 на 5 по баунти руном было из команды. То есть, Бесткост три раза по баунти обошли своих соперников. И это тоже немало лептов в их нетверс вносят. Поэтому видим то, что два кора, как минимум, уж точно хорошо оторвались. И Виспер вообще не отстает практически от террора. В отличие, по крайней мере, от Джаггернаута. И Джаггер, судя по всему, будет все-таки хоть что-то себе выносить в ближайшее время. Потому что подуспокоились без Коста. У него пока молнии планируются. Без Коста, на самом деле, разбили Смок и готовили нападение какое-то. Но нет. В итоге побежал только один Вич-Доктор расставлять Вижн в чужой лес. Да Метаморфоза нужна. Она, по идее, еще не откатилась. Как откатиться, можно либо на Ршан сходить, либо это два вышки еще как-то разбивать. Ну, им бы по-хорошему забрать и два сверху, забрать Аванпос и только после этого идти на Рошана, да. Ну вот, кстати, Метаморфоза есть. Поэтому, если сейчас вдруг нападать будут Анноу, но отбиться можно будет. Самое главное, опять вперед что-то на мотив Мирана поставить. Безудержный снова на Мирану. Здесь Пак помогает ему. Мирану забрали. Окей. Но сюда приходит ТБ. Прожимает форму под Саленс Виспера. Забирает Клокверка. Там Крислак врывается в драку. И, похоже, Акса отпускать тоже никто не собирается. Здесь это будет еще один минус. Два в один. Отличный размен, на самом деле. Без Акса точно драться Анноу не пойдут. Пока есть форма, есть два варианта. Либо по-быстрому добить Т2. Да, что, собственно, и сделал тут, что вышка достаточно битая. Там еще на миде какая-то заварушка началась. Скажут, что Гернаута могут быть проблемы. Хотя Крислак он с собой точно заберет. Но телепорты полетели. Берна пытается уйти. Крутилка уже закончилась. Он теперь не сможет сделать ТПА вот так быстро. Но за ним не побежали дальше. Ну, опять же, какой смысл бежать? Ты все равно не сможешь помешать никак сделать ему телепортацию. Так, а Пак там что творит? Пак там развлекает. Да развлекался, похоже, Пак, да, погибает. Он пошел у Тимоти от Виспера. И Виспера куда-то полетел. Нет, все-таки отменяю телепортацию. Рубик полетел уже на базу. Я думал, Рубик сейчас ловит, если честно. Там краешком пикселя какого-то. Но в итоге отдувается Клокер за друга своего. Так, ну, форма закончилась у ТБ. На Рошана, конечно же, пока не пойдут. Да нет, можно сказать, здесь они осилят. Там все-таки может как-то еще Виспер помочь. У него тоже много дэмэджа с руки. И когда ресница Крислак, он тоже смог бы это сделать. Ну, я бы пока не рисковал. Потому что Пак Таймер не самый большой мид в таверне. Сколько ему еще сидеть. И Акс-то уже в игре, поэтому драться вполне себе могут за Рошана новым. Там с Лотен до БКБ осталось у Террора. Поэтому можно будет уже как раз этим тоже воспользоваться. И с новым артефактом пойти и даже без метаморфоза подраться. Ну, там тоже до мета минуты осталось. Так что там и можно потерпеть. Бабочку решил верно делать. В этом патче стали гораздо больше рейтить бабочку, которая была полностью, наверное, проигнорирована в прошлом. Да. Но нет, периодически появлялась. Очень редко. Ну, я бы сказал, целенаправленно под каких-то героев собирали. А тогда, ну, кто там с руки много бьет. Ну, и плюс статы какие-то. БКБ готова для Кейвана. И Смо готов от команды Unknown прямо под это БКБ. Вообще интересно то, что именно Террор решил собирать себе Кирасу. Обычно этим Фурион занимается в таком драфте. Но тут решил таким образом поступить. Но Берне зато со своими молниями начинает фармить Ники. Мы видим, немножечко пободрее стал чувствовать себя. И Ви может подставиться, хотя Крислак не хочет с ним встречаться. Видимо, боится врыва от Акса. И только теперь пошла Драк. Поймали Рубика. Да, сюда бежит уже Вичдоктор. Сюда бежит Кейван. Там закрыли еще и Клокверка. Клокверк пока что под Сайленсом. Батарики работают. Скорее всего, догорит. Да, Торчеда также забирает еще и Саппорт Рубика. Минус два героя команды Unknown. Атака от них в смоках провалилась. Там Пак убегает. Стрела. Словил вратарь от Бога просто Акс. Казалось бы, уже все видели эту стрелу. Но вот гипнострела сработала. Ну, продолжение, понятное дело, никакого не будет. Гнаться никто не хочет за Аксом. Отступают к Рошану. Отступают к Рошану. Разоберут по-быстрому Бискост. Там еще две баунтируны, кстати, лежат для них. Плюс денежки. Так, ну и Хекс, я так понимаю, далее будет для Фуриона. Нет, сначала он хочет Сатаник. Интересный выбор. А почему бы нет? Пожирнее будет. Аджор тоже не помешает. И сейчас вот он занимается этим вопросом. Просто крепость. Чтобы на него напали и не убили сразу. Даже если у него будет ПКБ в кулдауне. Да, Крис Лак пока что в зоне всех пи... Ой, Акс, как-то он не долетел до Рошпита. Я бы сказал, жиденько ворвался, как-то, мягко говоря. Да, не совсем понятно. Я бы понял его... Обычно как это происходит? Прыгает Акс, колет на себя всех в Рошпите, добивает Рошана, ворует Аегис там, ну все, что есть. В итоге он тут как-то... Не долет, да. Да, не перепрыгнул вот это препятствие. Как, я не знаю, скалу Рошана. Ну, бывает, после праздников немного физическая форма теряется. Да, пора бы уже как бы возвращаться в физическую форму. Уже месяц скоро закончится. Сколько праздновать-то можно? Китайский Новый Год, там вот это все, да. Ладно, хорошо. Так, ну что ж, Рошана забрали, а Аегис теперь есть в распоряжении команды Бискост. И вопрос, как они им распоряжаться будут, куда пойдут. Опять же, забирать есть только... По Миду можно пройти. Да, Т2 в Миде, вот к чему, больше некуда идти особо-то. Ну что ж, пока Бискост уверенно движется к окончанию. Это катки, тут трудно сказать, что должно случиться, чтобы они, ну, как-то потеряли шансы, что ли, по-быстрому закончить. Разве что какой-то момент на хайграунде, который их остановит. Например, удачный врыв Атакса или Дрим Койл какой-то гениальный. Ну, или, возможно, у меня слышь, который просто в Соленову влетит в террора, который не сможет нажать свой Сандер. В общем, трудовато, потому что террор очень жирный, он свои слоты набрал, и теперь убить его становится далеко не так просто. Одна БКБшка даже очень многое руинит. Но пока не торопится, в любом случае, Бискост. Я так понимаю, ждут какие-то артефакты, да? Что-то нужно дофармить им. О, Миллинир есть уже, Джаггера. Классно. Скади, кстати, тоже будет себе собирать далее. Кирасу, я так понимаю, ждут на ТБ, учитывая, что ему остался только рецепт. Ну, 500 довольно дорогой. Придется потратить минутку с небольшим, я думаю, что его дофармить. Но, тем временем, 3 минуты Аигис еще имеется. О, еще и Шард запрал. Да, прикупил. Отлично, Джаггернаут все сделал здесь. Опять же, популярная тема сейчас именно билдить вот так вот Джаггернаутом. Да, Шард или бы это не был. Шард, Аганим тоже хорошо заходит зачастую, так что нормально. Так, ну вот, наконец-то в атаку отправляется у нас Бискост по Миду. Как и говорилось, сейчас будет, наверное, падать потихонечку Т2. Мету пока, хотел сказать, не тратит, но она в КД. Но, я думаю, и без нее справится. Не смысл тратить на Т2. Но, скорее всего, без Кираса точно на хайграунд не пойдут. А Т2, если нанесенная, она даст еще немного денег и приблизит этот момент. Курьер там уже потихонечку к базе приближается. Привезет, как только будет это возможно. А вышку может и Виспер забить. Параллельно неплохо сплитпушит сейчас Аноун, могут забрать попробовать Т2, но нет, они предпочитают вернуться уже к базе. ДД забирает себе Киеван, но его от фарма просто ничего не может оторвать. Вот, наконец-то, рецепт появляется. Кираса готова. Ну вот, решил таким образом поступить дальше Лингенсфера, чтобы совсем уж поддушить Джиггернаута. Титан Сливер там еще падает у нас для Аноун. Я думаю, что Джиггернаут себе его именно и везет. Сейчас стрела попадает в Крипа, но вот настал момент, когда можно просто встать около хайграунда, начать его бить и, соответственно, байтить на драку самих соперников. 3000 хп у Терраблейда. То есть тут видим то, что у него и армора очень много, и хитпоинтов, и помимо этого еще 10 секунд БКБ имеется. Что с такой машиной сделать сейчас с таким Джиггернаутом? Заманивать его как-то под Т4. Единственный вариант. Тогда уж не фонтан. Так, а что у пака по артефактам? Будет ли аганим в этой игре? Да. Да, да. Будет. И, кстати, осталось не так уж и много до этого артефакта. Вот с аганимом подбрыв какой-то хороший акса вполне себе можно попробовать и подраться. Но денег пока что не хватает. Ждем этого момента. Да, но времени достаточно у ребят из команды Бесткост. Хотя ладно, нет, минута. Минута действительно осталась, чтобы реализовать Аегис. И, судя по передвижениям, ну что-то как-то... Ну хотят зайти там. В любом случае Виспер может прилететь. Я не совсем понимаю, куда вышли сейчас анноун. И, наверное, стоит вернуться обратно на ХГ, потому что все линии и так, в принципе, пушатся. А выгонит и драться, конечно же, со своего хайграунда. Бесткост хотят просто толкнуть две линии разом. Там ТБ в наглую бежит. Стрела не попадает ни по кому. Убегает джиггернаут. Форма прожимается от Ки-1. И он просто начинает ломать Т3. А глиф имеется, если что. Можно потянуть время. Вот его прожимают. Акс врывается на ТБ. Неплохо. Начинает его пробивать. ТБ прожимает БКБ. И начинает драться просто на морозе. У него Аегис. Ему вообще плевать. Он готов размениваться. ТБ забрали Акса. Но он не хотел бы размениваться. Все-таки формы не будет после того, как он резнется. Поэтому он нажал БКБ сейчас. Ну да. Умирать ему сейчас не было смысла никакого. Я согласен. Можно было бы после разменять Аегу. Вот 3-х п с него сняли. Да. Сняли. Но этого явно недостаточно. Акса опять же не будет целую минуту. Был потрачен глифортификация. Это значит, что можно сразу же перемещаться на мид. Здесь джиггернаут пошел вперед. Вот теперь Аегис может, кстати, и упасть. Кто-то Сандр получит? Нет. Без Сандра обошлось. Пока выбили просто Аегис. Так. Ну, нужно быть немного аккуратнее. Бернет до сих пор с ультимейтом он может его кинуть при желании. И он кидает. Ему, правда, все по крипам полетело. Совершенно нету. Да. Как плохо. Покастовал свой ультимейт сейчас Сакс. И просто всех уводит Крислак на базу. И на этом куш заканчивается. Ну что ж, как итог. Забрали нижнюю сторону. Не успели забрать Т3 по миду. Но преимущество уже почти 20 тысяч за командой Бесткост. Это серьезные деньги. А тут уже и Сатаник для Киева. Она не за горами. Студия по его этим билду. Решил он повременить все-таки Слинку. Возможно, потом она появится. Возможно, придумает. Да не сказать, что ему прям она супербыстрая, нужная. Потому что она и так вроде как справляется вполне себе. После собрать можно всегда. Так. Ну а здесь что? Бабочка для Джаггернаута. На Джаггернаут все безнадежнее и безнадежнее. Отстает такая разница глубиной в пропасть. Сейчас по Нетворсу. В такой хороший артефакт какой-то. Уже практически. Ну что теперь могут сделать Бесткост? Они не хотят явно ждать Рошана. Они хотят еще одну драку придумать. Толкают снова две линии. Но в этот раз вместе с топом. И можно зайти по топу. И действительно Киеван это делает. Правда, у него метаморфоза еще 30 секунд. И может неаккуратно немножечко наступить на хайграунд. Но видим то, что решили. Толкнуть грипов и стянуть сюда всех соперников. И отойти. Да торопиться некуда опять же. То есть спокойно контролируешь большую часть карты. Фармишь шмотки. Противнику негде фарма взять. Опять же у тебя Фурион в команде. Которая всегда может прилететь на любую линию отпушить. И против такого сложно играть. Но Фурион видим то, что будет делать и Аблат Торн. Поэтому он будет очень много дэмэджа сурки наносить. Уже с критами. И помимо этого Хекс тоже. Который очень много проблем доставит от Джиггернаута. Да и вообще любому из персонажей команды Аноун. Да, Хекс очень хорошее приобретение будет в любом случае. Выходит пока что с базы Аноун. Развардель лес свой. Свой треугольник. Начинают его фармить. Вот он. Наконец-то появляется Аганим у пака. Надо бы по топу заходить. Пока действует тот обсервер, который туда поставили. Мы видим команду Бесткост. Там довольно хорошо просматривается. Позиция, которую может Акс занять, прежде чем прыгнуть. И можно будет на него напасть просто на опережение. Ну и пока Дорошан остается минута основного времени. Потом дополнительный таймер подскажет, чего нам ждать. За это время, я думаю, там уж точно с Атаником все вопросы решит террор. Это точно. Здесь не поспоришь. Ладно, ждем. Нам торопиться некуда. Ну чуть-чуть осталось. Да, опять же, игры-то всего прошло 33 минуты. Не так уж и много. Тут у нас на Акс нападение. Но Акс улетит. Бояться ему нечего. А вот был бы Хекс, уже не улетел бы. Это факт. Тут до Хекса тоже не очень много осталось. Я к тому, что Сатаник-то он собрал. Если бы не собрал Сатаник, был бы Хекс уже и я не улетел. Жирный. Это, да, прям как я, знаю. Я, походу, Фурион. Так уж и шутил. Ой, я, я... Прям как ты мог бы сказать. Прошло, прошло 4 дня. Ничего страшного. Раз в 4 дня можно пошутить. КД. КД, знаешь, прошло, можно еще раз нажать. Так, 5 секунд. Основного таймера остается до появления Рошана. И сколько там будет дополнительных? 2,05. 2,05. 2,05 это приличное количество времени, которое можно провести с пользой, попушить линии, подготовить все к этому Рошану, расставить вижен, наверное. Да не факт, что им нужен этот Рошан, на самом деле. Можно еще раз потрогать хайграун, посмотреть, что там, как прощупать почву. Я бы сказал, что, ну, это такая дополнительная уверенность при заходе на ХГ, что у тебя есть вторая жизнь. Да не, вот как раз-таки террор не сказать, что в этом суперсиле нуждается. Удачный Сандр для него будет лучше, чем Аегис. Вот именно из-за формы. Хотя сейчас у него столько шмоток, что уже неважно, есть форма, нет формы. Опаньки, стрела, мимо ворот. Но вот видим то, что крипов толкают, их отпушивают. Как-то пытаются... Да, Мирану как-то краешком подцепил здесь Рубик, неплохо. Мирану забрали. Хорошо. Неудачно получилось. Первое полезное действие за долгое время, наверное, от команды Аноун. Позволяет им выйти сейчас с базы, заварить свой лес. Они хотели бы за Рошана подраться. Сейчас они получили информацию, что Рошана еще нету. Они прочекали через ракетку Клокверка. И Клокверка-то, кстати, у нас еще и с Гемом бегает. Так, там у нас сейчас, возможно, будет драка, потому что летит Фурион. И что-то хочет здесь Джиггернаут. А что? Умереть? Ну, пока он просто убегает, врывается Акс, колет на себя Ки-Ван. А Ки-Ван-то без Аегиса. Прожимаются БКБшки массово. Ки-Ван прожимает форму, начинает бить очень больно Аксу. Акс сейчас может погибнуть. Да, Акс погибает. Римхойл был поставлен от пака. Его благополучно разрывает Крис Лак, поэтому отдыхает. А байбека у него нету. Это может закончиться мега-крипами на самом-то деле, потому что форма прожата, отступать не очень хочется. И есть информация, что Рошана еще нету. И неужели они будут сидеть его ждать? Ну, он может появиться в любой момент. И я так понимаю, что хотят дождаться все-таки. Хотят все-таки дождаться и... Дождутся без формы, да. Дождутся этого Рошана и заберут. Но, опять же, баунтируны, это опять же денежки. И вот он, Хекс, готов. Ну, вот Рошан сейчас появится. Как-то за него подросл он, но он, скорее всего, шансов не будет. Если не пойдут четвером, скорее всего, это закончится ГГ. И, ну, интересно, они не стали пытаться выбить байбека, если бы он имелся. Ну, вот, и это дает какую-то надежду Аном, то, что они дождутся все-таки своего тиммейта. И вместе отдэфуют хотя бы хайграунд. Ну, попытаются это сделать. Рошан потихонечку падает. Тут, ясное дело, без косты Киеву отдадут Аегис. Хотя, на самом-то деле, что у него там по слотам? Может, он не захочет ничего себе брать? Нет, освободил слот. Взял Аегис. Да, забрал Аегис себе. И все, теперь идем в финальную атаку. Главное, теперь не наломать дров, как говорится, при попытке зайти на ХГ. Линия верхняя запушена. Крепы уже на базе у команды Аном. Иллюзия бьет пока что Т3 по миду. Вот ТБ. И Т3 забрал. Ничего себе, так легко? Неплохо. Минус вышка на ровном месте. Сверху тоже вышка достаточно битая. Вот опять пытаются растягивать внимание команда Аноун, чтобы не смогли Аноун сделать централизованную атаку через Кул Акса. И вот заставляет их метаться от миды к топу. И видим то, что пока у нас Акс действительно мечется как-то и не особо знает, куда им приткнуться. Ждали, возможно, еще и Берну. Вот теперь можно как-то врываться в бой, пытаться подраться. Но как же быстро заканчивается Джиггернаут. Минус две трети хп. Он убегает на базу как может, но пак уже погибает. И следом, скорее всего, и Клокерк полетит, которого там задержали немного, хотя он сам себя Когами задержал. Надо делать байбэк. Да, Клокерк его тратит. Нужно бороться до конца, иначе вы потеряете вторую сторону. А это уже, считай, ГГ. Ну и драка продолжается. Мы видим, что Джиггернаут просто не может войти в замес. Вынужден тратить Блэйдфюри. В это время добивает второй барак сверху. Ворованный Бит оф Мэлли залетает от Рубика, но толку от этого нет никакого. И последние бараки остаются в миде. Коля такс на себя. Неплохой дремкой лакпака. Но вот сейчас нужно наносить урон. Забрали Крис Лака, но, я так понимаю, там Сандра залетела или что это было? Судя по всему, два байбэка делают в итоге у нас без кост. И драка продолжается. Без кост хотят заканчивать прямо сейчас эту первую карту. Форма все еще есть у Киева, но он начинает настреливать. И все в рассыпную от него. Подставляется Клокерк после байбэка. Погибает, отправляется в таверну, пытается убежать Рубик. Рубик, наверное, убежит. Ну, у Берны нечем откинуться. У него больше нет, он не слэша. Если он подойдет на Блэйд Фьюри, он, скорее всего, погибнет тут же. Но ГГ, ГГ, уже сдаются у нас ребятки из команды Нон. Вполне себе уверенная первая карта получается для команды Бескост. Как они начали еще со стадии лейнинга, так и закончили. Да, они выиграли все три линии, хорошо пофармили, играли на Киевана, который вывез свои шмотки и закончил игру, как только дофармил все, что он хотел дофармить. Да, печальная ситуация получилась, что у нас, по сути, игра-то свелась к гонке кэри, кто быстрее вынесет свои шмотки. Ну, очевидно, что ТБ всегда в выигрышном положении, потому что он элементарно просто фармит леса быстрее, нежели тот же Джиггернаут. Ну, а Джиггернаут его выселили просто с линии без шансов. Ну, здесь, опять же, много говорить можно, наверное, о том, что пошло не так, почему там они проиграли, то и все. Но мне кажется, просто на лицо именно разница в уровне команд. Ну, то есть все-таки без кост. Команда поопытнее, поувереннее. И прямо видно, что там были загулы, откровенно говоря, от саппортов их забирали. Но в целом это на игре совершенно никак не сказалось. Ну что ж, молодцы. Первая карта за ними. Отыграли, как по мне, вполне уверенно. Кек. Ну, кек, получается. Что сказать? Отлично, передаем слово аналитике. Отборный контент у нас в чате, да, и, как всегда, самый отборный попадает к нам на трансляцию. Действительно, была гонка керри, в которой участвовал Porsche Tractor. Ну, и понятно, кто в ней выиграл, я считаю. Единственное, что, конечно, Porsche этот уверенно ехал, но не на максимальной скорости. Игра была выиграна, мне кажется, минут 20 назад, но мы просто заканчивали ее смотреть все это время. Ну, сколько там, на что, 35 минут назад, получается? Ну, 35, да. Где-то закончилось. Там, где Акс отдает первую Крофтеррорблейду на игре. Нет, когда вот этот драфт появился суммарно. То есть у тебя появляется Underlord, появляется Фурион, появляется ТБ, и ты такой говоришь. Ну, тут вообще делать нечего. Я на счет, типа, на драфте говорю, могут быть ситуации, в которой Underlord пойдет в центр. И он пошел. И он пошел, и все. То есть у Пака просто жизни не было на старте. Underlord, ну, фулл фри. Какой же дикий герой, господи. Да, у Патмы с Фурионом, очевидно, против Плакверка с Жигернала там ноль проблем. На седьмой минуте, там, 7.30 уже Фурион сломал вышку. Ну, как ты величаво окрестил последний хороший момент в исполнении Unknown? Да. Это он был, да. Что-то они, конечно, в целом по игре пытались сделать, но вот очевидно, что их зажали на базе, на 20-й. И все, дальше 15 минут. Типа, первый Эргис, минус сторона, второй Эргис, минус эта игра. Все. Они даже не попытались как-то выйти. Один раз Рубик цепанул под мул, где-то в середину. По 28-29 минуту они такие, типа, вышли, посмотрели одним глазом. Ну, и ладно, типа, и все. У Фуриона миллион денег, у ТБ миллиард денег, у Джигернаута отставание нереальное, потому что его и тембилд, ордер, это просто, не знаю, Василий я бы вот так характеризовал. Василий? Одним словом, да. И тембилд. Что не так с Василием? В кавычках Василий. Ну, потому что очевидно, что тебе нужно эту игру выигрывать. Да. А для того, чтобы его выиграть, тебе нужно как-то убить. Не, ну, связь с Василием железная. Вполне. Вот, и для того, чтобы убить ТБ, нужен урон. А он его вообще решил не собирать. То есть у него первый боевой слот, хороший, хоть сколько, это бабочка. И она появилась, ну, подставка из игры. Манта ставила мастхэв, потому что там орше, да? Ты как бы не можешь без него играть. У тебя игра так пошла. Очень круто расставили линии ребята из Бескоз, да? Они поставили этого андерлорда в мид. Двух ранжевиков, хороших ранжевиков, под Блайдстоуном. Они поставили на топ гонять Клокверка с Джиггернаута, но там нереально стоять. Там вышка упала минусом восьмой, да? Там не в Тауре дело, там просто тебя нажимают райт-клик, и ты к репам подойти не можешь. Тебя даже нюки не кидают. Тебя просто руки оттуда выгоняют. Ну и снизу тоже ТБ стоит, еще плюс ФБ, который он получил, да? Единственное вот это вот светлое пятно, то, что могут сделать анноун, это убивать вещдоктора вначале. Ну, в принципе, там пару раз нафидел, это все. Единственный вот минус, то, что мне не понравилось, это... У тебя фурион собирает орчат, и у тебя есть пит оф мелис. Андерлорду не надо собирать этот родный фотосалт, он не нужен здесь. Да, типа ты ходишь ловить пака, но не в паке дело. Тебе нужно собрать худ и вот исключить вот эти вот начальные смерти, которые на нем сделали, да? Сначала под Дир-1 Тауром, а потом на мине. Виной, которым пак был в основном. Кстати, четкая банка летит, смотрите. Да. Это идеально. И Таур остановка дегернаут. В это дело стрелают. Причем этот файт они и сами навязали. То есть противнику все сделал, оставил Т2 и уже ушел. Все. То есть вы, как говорится, задефали. И пак кидает арбу, идет вперед, команда как-то идет, пытается за ним. На метаморфозу просто прутся. Да, ну и очевидно, их всех убивают. Короче, просто, я не знаю, нет слов. По поводу еще хороших мулов, я еще один вспомнил. Это они смаканулись под тайминг, вышли на треугольник слева, забрали ТБ, забрали стаки. Да. То есть два хороших мула за игру мы увидели от Тима Анова. Короче, суть какая? У тебя просто есть Терроблайт. Вот этими всеми героями ты его обезопасиваешь, да? Ты начинаешь драться, защищать, какой-то кипиш наводить. И те герои позволяют это делать 4 на 5, при том преимущество, которое у тебя было в начале. А потом даешь просто все бафы в Андерлорда, и вот Пайпа не хватало. В Андерлорда в ТБ, то есть от Андерлорда не хватало Пайпа. Чтобы просто вначале пойти с иллюзиями и очень быстро снести все внешние ТВ, все 6 штук. И под Пайп ты это можешь делать, потому что Пайп он иллюзия охраняет этот раз. Во-вторых, Андерлорда самого защищает от этого магического прокаста, который он получал в начале. И все, ты идешь под быструю Мекку на Амиране, в которой все было хорошо, под Пайп Андерлорда. ТБ идет вперед, там под 1, ну там Сен-Жен-Яш, да, он даже может просто носить. А к 20-й минуте у него Сен-Жен-Яш и Скади была сверху еще. Это просто он супер жирный. Просто идешь под эти два бафа и все пылесосишь. Игра могла бы быстрее, ну, намного раньше закончится, могу, если бы был бы Пайп побыстрее. А так, да, тут уже смысл не отыграть, потому что ТБ здесь просто всех забирает. Потом они настолько все залили, что даже не могли отконтролить баунтосы. То есть там ситуация в Лапиро баунте 2-2, и потом выросло это все в 15-5. Да, а на второй баунте уже 4-0, по-моему. Ну, то есть у тебя было 2-2 и стало 15-5, то есть Пайп Артемик забрал 3, ты забрал 13. И в итоге 23 на 8 в конце. Ты, грубо говоря, отдал 3-1 и три раза по 4-0 забрал. Но это очень большое количество денег. И опять же, смотришь на эту Фурионусу в линии, на этого Андерлорда с центра и ТБ с легкой. На контроле их настолько много денег было всю игру. Ну, так быстро появлялись слоты, причем, опять же, не сильно отставали сапры. То есть и под массу, точнее, грифсы, не дешевый артефакт совсем. Холли Локет. Холли Локет сверху бахнул, да. Интересно, кстати, редко можно увидеть, когда именно такие герои, я понимаю, там на каких-то хиллерах, да, это собирают именно грифсы и еще Холли Локет сверху, а именно вот на Миране какой-то. Ну, прикольно, да, что грифсы собрал еще сверху Холли Локет. Очень круто стакает. Да, да. И это при всем том, что Мирана, наверное, тот герой, который страдал больше всех, и даже при этом при всем. И смотри дальше, у тебя Вич Доктор тоже с Холли Локет. Тоже порядочный. То есть с ним буду Ресторейшн, и опять же Холли Локет, и себя ничего не путаю. Это вот все, чтоб ТБ жил. Да, ты просто все в него нажимаешь. Все в хиллер стайла. Это очень круто. Да. Стандартная стратегия. Супер, супер. Все в Медузу, все в ТБ. Киеван на месте. Ну, крайне уверен от него игра. Я ожидаю, что вторая будет не сильно дольше, не сильно хуже. То есть они просто возьмут героев, они лучше драфтят, и также уверенно закончат. Ну, через полчаса, грубо говоря, пойдем по домам. А то семки закончатся уже. Возможно. Возможно. Ладно, друзья, уходим на перерыв. Подозреваю, что достаточно небольшой. Меньше, чем первая карта. Не факт, что будет меньше, чем вторая. Ну, по ходу дела разберемся. Скоро вернемся.